Воспалительный процесс в среднем ухе чаще диагностируется у юных пациентов. Особенности анатомии ребенка располагают к развитию такого заболевания, как отит. Причем, он появляется чаще всего осенью. А все потому, что начинаются сезонные эпидемии респираторных инфекций и гриппа. Что должны родители знать об этом заболевании и как помочь ребенку справиться с отитом? Сейчас все расскажу. При отите нарушается вентиляция среднего уха, в евстафьевой трубе и барабанной полости начинает скапливаться жидкость. Она служит средой для развития патогенной микрофлоры. Отит бывает трех видов – наружный, средний и внутренний. Для наружного характерны ноющие боли – отек уха и температура. Для среднего воспаления – барабанной полости и слуховой трубы. Боли сильные, острые, отдают в челюсть и висок. Ну а внутренний отит – это недолеченный отит среднего уха. Наблюдается поражение всего вестибулярного аппарата. Поможет ли прививка от отита избежать заболевания? Большинство отитов в детском возрасте, процентов 70-80, они вызваны пневмококом. И прививки, которые у нас есть в Беларуси, зарегистрированы, привинары, санфлорикс, они, если их своевременно поставить, в принципе, процентов на 70-80 риск отита могут снизить. Гнойного отита однозначно, просто отита на 100% отитов, к сожалению, нет, потому что есть ещё другая автора, которая также может вызывать отит. Если вовремя не начать лечение, есть риск получить осложнение. Средний отит с выпадом – это состояние, при котором жидкость в среднем ухе продолжает накапливаться, хотя воспаления уже нет. Это может приводить к снижению слуха. Второе осложнение – хронический гнойный отит. Он приводит к воспалению или перфорации барабанной перепонки. А можно ли использовать сосудосуживающие капли при отите? Многие боятся сосудосуживающих капель, но при отите – остром, среднем, эксцедативном – они необходимы обязательно, потому что причина развития отита – это любой отёк носоглотки, отёк возле устья слуховой трубы. И если мы этот отёк не снимем, капайте вы себе ушки, не капайте, на 100% быстро вылечиться мы не можем. Поэтому при необходимости, равно как и в протоколах клинических лечения отитов детского возраста наших республиканских, сосудосуживающие рекомендованы и обязательны. Важно не использовать самостоятельно какие-либо лекарства или капли. Если заболело ухо, то в течение суток обязательно покажите ребёнка врачу. Вести здоровый образ жизни – это лучшая формула здоровья. С вами был Дмитрий Шевцов и до новых встреч на телеканале ОМТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова